Кости бывают двух видов, в общем-то. Компактные кости и губчатые кости. Мы здесь видим, позвонки нормальные и вдруг в одном месте такое образование. На самом деле губчатое вещество имеет тенденцию к изменению. Позвонки лучше не трогать. Ничего их винчить не надо, вкачивать не надо. Добрый день, Сергей Михайлович. Сегодня хотелось бы поговорить о гемангиоме. Людей часто пугает... Гемангиомия позвоночника. Да, гемангиомия позвоночника. Людей часто этим диагнозом пугает. Насколько он опасен? Да, термин стал популярный. Недавно совсем его не было. Значит, не было и проблемы. Дело в том, что слово гемангиома обозначает как бы опухоль, состоящая из крови. Но гемангиома позвоночника – это не опухоль. Это не онкология. Это структура позвонка. Вот мы здесь видим, позвонки нормальные и вдруг в одном месте такое образование. Причем неправильной формы, как и положено быть. И здесь для объяснения этого феномена необходимо обратиться к гистологии. Гистология костей. Кости бывают двух видов, в общем-то. Компактные кости и губчатые кости. Позвонок имеет и компактную кость, сверху, и поверхный слой, вроде плотная, как кость, как стена, и губчатая, внутренняя позвонка. Губчатые кости – весь секрет. Дело в том, что губчатая кость, она имеет такие тробеку, с которых состоит весь позвонок, который позволяет ему делать еще амортизационные свойства. И они переплетены в трехмерном пространстве. И между тробекулами существуют ячейки. Ячейки, в которых собираются сосуды позвонка, питающего кость, и красный костный мозг, являющийся главным органом, продуцирующим форменные элементы крови. Например, эритроциты, моноциты, тромбоциты и так далее. Так вот, дело в том, что когда не было МРТ, этого не видели, структуру губчатых костей. Сейчас это увидели. И сразу набросились на то, что это опухоль, большая. Но на самом деле губчатое вещество имеет тенденцию к изменению. Оно тоже изменяется. С годами вы знаете, что где-то после 35 лет отмечается изменение костной ткани в сторону либо компактного, либо губчатого вещества. Но у людей, физически ведущих простой образ жизни, компактного вещества образуется меньше, а губчатого больше. То есть они становятся такими трухлявыми. И называется это остеопороз. И поэтому гемангиома, по сути, это случайная находка рентгенолога, которая говорит о том, что у человека, имеющего такие как бы пустоты в позвонках, а иногда это так называемый гемангиом или полость ячейков заполнена, она будет пустая. А бывают вот такие темные пятна, которые видит МРТ. И начинает фантазировать, что это такое опухоль. Были моменты где-то лет 10 назад, когда туда пытались вкачивать цемент, якобы для укрепления костной ткани. Это заканчивается печально, потому что деньги потеряны, кость крепче не стал, но рана ей нанесена. Это первое. Второе. Там находится красный костный мозг, продуцирующий форменные элементы крови. И поэтому любая, любая травма гопчатого вещества, а сейчас модно туда ввинчивать всевозможные винты, спондилодезы, якобы укрепляющие позвонки, она имеет тенденцию к нарушению гопчатого вещества, нарушению костного мозга, нарушению метаболизма, обмена веществ, вызыванию аутоиммунных заболеваний. Понимаете? Не имел проблем, стал проблем иметь. А вообще какие пациенты чаще всего с такими диагнозами странными сталкиваются? Сама гемангиома кости не болят, хрящи не болят, они не имеют болевых рецепторов. И так называемая гемангиома или пустота, с моей точки зрения, это ячейка, заполненная сосудами и красным костным мозгом, никаких болевых синдромов не дает. Человек, нашедший вот эту самую гемангиому, рентгенолог, обратился не по поводу боли, а по поводу, не по поводу гемангиом, а по поводу боли, допустим, в поясничном отделе. И рентгенолог ничего не найдя, здесь хороший позвоночник, ровные диски, ровные позвонки, дегенеративных изменений нет. Вот есть какая-то вычурная такая субстанция в губчатом веществе, губка, губка. И поэтому начинают фантазировать, ага, это опухоли, людей запугали, надо тебя там туда лечить, сюда лечить, сотни диагнозов, начинают что-то там хирурги с удовольствием набрашиваются на гемангиому, что-то втягивать, вытягивать, накачивать цементов. В общем, прощая глупость. Я хочу сказать, это, конечно, лично мое мнение, с этим можно не согласиться, что позвонки лучше не трогать. Ничего их винчить не надо, вкачивать не надо, всякие имплантированные ткани, хрящи и так далее, потому что это приведет к тяжелым последствиям, связанным с красным костным мозгом, отвечающим за обмен веществами, метаболизмами. Поэтому, товарищи, успокойтесь, если вам сказал слово гемангиоморентгенолог, забудьте эти слова, это его фантазия. Но тут набрасываются на рентгенолога, естественно, невропатологи, которые говорят, нет, это опухоль, и начинают больного таскать по кабинетам. Я хочу что сказать, вот такое явление, как пустота или в ячейке, или гемангиома, говорят, в общем-то, о непрочности позвоночника, его надо укреплять с помощью мышц окружающих позвоночников, то есть упражнения, потому что через мышцы попадает питание в кости, и они становятся более крепкими. Надо ли как-то следить за гемангиомой? Дело в том, что, когда говорят, надо следить за гемангиомой, я, в принципе, не возражаю, так же, как не возражаю, что надо следить за явлениями остопороза, разрушения костей. Надо укреплять кости, надо укреплять позвоночник. Гемангиома может расти, хотя я таких случаев не вижу. Я всегда вижу одно и то же состояние, вот в таком состоянии. Но если человек возрастной, у него начинается явление разрушения тканей, костных балок, и это не вызывает никаких болевых синдромов. Самое интересное, что это случайная находка рентгенологии. Никаких побочных действий она не вызывает, кроме одного, что у тебя, товарищ, позвоночник не такой крепкий, как ты думаешь. Давай-ка займись упражнением. А вот другие кисты в позвонках, в суставах, например, там, бедренной кости, субхондральная киста, они опасны? Ну, видите, как мы плавно перешли от гемангиомы, то есть опухоль, к кистам. Кисты – это другое дело, это пустоты, образующиеся в соединитых тканях, в костях. Это связано либо с какой-то травмой, незаметной для человека, удар в компактное вещество, и на месте удара или падения, ушиб, образуется киста, пустота, потому что во время удара или травмы возникает воспаление. Воспаление – это отек, а отек – это, значит, туда нарушена микроциркуляция. Возникает вот такое съедание, съедание костной ткани, съедание резориста костной ткани, есть такой термин. Тоже случайная находка рентгенологов. Эти все проблемы, связанные с кистами в костях, болевых синдромов не имеют. Они не дают никаких болей, и поэтому, когда лечат кости, например, суставы, бедренных костях, кисты в сакральном, то есть в крестцовом отделе позвоночника, очень часто пишут киста, это говорит о том, что у человека плохая моторика, плохая работа мышц этого отдела кости, которая нагнетает туда костные элементы. То есть именно обмен веществ в костях связан с работой мышц, которые крепятся к этим костям. Мышцы не работают, возникает атрофия сосудов, возникает пустота, киста может расти, киста может действительно развалить кость, но с ней ничего не сделаешь физически, кроме укрепив кости, то есть делать упражнение. Как ни крутись, невропатолог тебе назначит какие-то лекарства, бессмысленные совершенно, нейрохирург начнет ворочать своими инструментами, вычищая кисту. Ничего не получится, пока не восстановишь обмен веществ. Обмен веществ – это работа мышц, которая непосредственно крепится к субхондральным соединениям и начинает туда накачивать питательные элементы. Кальций, фосфор, магний и все остальные элементы, которые состоят в костной ткани. А чего категорически нельзя делать людям, у которых киста в костях или гемангиома? Ну, я еще раз говорю, что гемангиома никаких противопоказаний к активной действиям не имеет. Ну, может быть, только разве прыжки с парашюта, если человек не умеет прыгать с парашюта. Я бы при кистах то же самое, кости становятся хрупкими. И поэтому прыжки, бег не советовал бы, пока не укрепишь свой костный аппарат. И поэтому упражнения силовые – пожалуйста, растяжки – пожалуйста, но не сверхнагрузки, не поднимание тяжелых штанг, не заниматься пауэрлифтингом, например. Поэтому здесь, когда ты имеешь кисту в костях, имея в виду, что у тебя просто слабые кости, а состав костей зависит от того, насколько хорошо они получают питание. А питание они получают через сосуды, которые находятся в мышцах, а мышцы крепятся к костям. Поэтому надо подобрать те упражнения, которые влияют именно на эту зону тела, на эту зону костной ткани, к которой крепятся мышцы, чтобы сделать те упражнения, которые накормят эту бедную косточку. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу кист в костях и других частях тела, пишите в комментариях.